Район ВРЗ с точки зрения географии казалось бы что надо. До центра города рукой подать, в шаговой доступности речной берег, считай зона отдыха. Вот только одно но портит жизнь местным жителям, причем в прямом смысле. Вообще невозможно дышать. Бывает, что выйдешь утром и даже выходить не хочется. Такое ощущение, как будто попал в общественный туалет. У нас и дети, и я вот астматик. Это все сказывается на моем здоровье. Здесь у нас белье сохнет, продукты, помидоры, огурцы. И все это вот в этой воне выращивается. Зловонный запах царит на ВРЗ все лето, говорят местные. Грешат на очистные сооружения. Отсюда до них меньше километра и около двух доиловых полей, где складируются отходы человеческой жизнедеятельности. Как только начинается ветер со стороны очистных, то есть запах распространяется не только на наш микрорайон, а значительно дальше в город. Доходит даже до площади октября, дополняет Александр. Водоканали же тем временем сообщают. Очистные работают в штатном режиме. Более того, 14 июля Роспотребнадзор провел замеры выбросов в атмосферный воздух, иловых карт и очистных сооружений. Превышение предельно допустимых концентраций не обнаружил. Одним из путей ликвидации неприятного запаха является строительство завода по переработку твердого осадка, который остается после очистки источных вод и который свозится на иловые карты. Строительство завода это достаточно большие инвестиции, это надо понимать, это сотни миллионов рублей, поэтому этот вопрос должен решаться совместно с администрацией города, собственно, который является собственником очистных сооружений. Неприятный запах нападает на город и с другой стороны. Этим летом жители улиц Веры Кащеевой и Кавалерийской неоднократно слышали в воздухе нехорошие нотки. Не то канализации, не то отбросов. Аромат держался подолгу. После дождя является тоже. После дождя является. Она же испарение даёт. Если западный ветер, то и значит дует, то идёт запах. После дождя бывает. В Институте водных и экологических проблем Российской Академии наук среди вероятных источников нехорошего аромата называют одействительные сооружения и полигон ТБО в районе казённой заимки. Это километрах в трёх от улицы Веры Кащеевой. Также выбросы в атмосферу могут давать пищевые предприятия. Если они чувствуют, что какой-то неприятный запах, да, им кажется, что это действительно может иметь какой-то вредный эффект или что-то, они могут обращаться либо в природоохранную прокуратуру, либо в управление Росприроднадзора. Установят, опасно ли это для здоровья или нет. В Роспотребнадзор от одного из жителей Краевого центра уже поступила жалоба на неприятный запах. Результаты будут известны, скорее всего, на следующей неделе. Но мы поняли одно – терпеть жителям, по крайней мере, района ВРЗ придётся ещё долго. Алексей Янкин, Александр Антропов, информационный канал «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова